Приветствую всех! Мы продолжаем проект онлайн преподавателю эффективно и просто. И в этом видео мы поговорим с вами об обратной связи, как она организована в традиционном обучении. Вы можете задать вопрос аудитории и получить ответ. Просить поднять руку, кто согласен с данным высказыванием, и посчитать количество за и против. Вы можете попросить в конце занятия задать вам вопросы или дать оценку вашему занятию. Вы получите эти ответы устно. Но как организовать такую практику дистанционно? В вашем распоряжении, как правило, чат. Его никто не отменял. Функция поднятия руки у слушателя. У студентов также имеется микрофон. Они могут высказываться, но ваша задача следить, чтобы это было поочередно. Иначе получится звуковая каша. Мы хотели вам сегодня предложить еще один внешний инструмент, который позволит оформить ответы аудитории в удобные визуальные схемы — графики. Этот инструмент называется Mentimeter — инструмент онлайн опроса. Есть множество других известных того же функционала инструментов, например, Kahoot, Socrative, Polarivare, Quiz. Ну, за исключением Polarivare, все эти программы больше подходят для тестов и викторин. Mentimeter выигрывает за счет простого интерфейса и за счет, наверное, хорошего дизайна слайдов при трансляции результатов. Давайте посмотрим, как работает Mentimeter. Вы создаете онлайн-презентацию, один слайд, один вопрос. Вот некоторые примеры. Облако тегов. Вы задаете вопрос аудитории «Как ваше настроение?» и студенты одним словом описывают его. Чем больше совпадений вариантов ответа, тем больше это слово становится на экране. Другой вариант — выбор из множества. Вы задаете студентам вопрос и предлагаете варианты ответов. Они выбирают один. Визуализация — это столбцы, круговая диаграмма и пузыри. Достаточно приятный дизайн слайдов. И это далеко не все возможности Mentimeter по визуализации итоговых отчетов после опроса. Поэтому заходите на сайт mentimeter.com и регистрируйтесь, пробуйте изучать интерфейс самостоятельно, создавать опрос. Если в этом есть сложности, то моя коллега Дарья Маслова подготовила невероятно содержательный скринкаст по тому, как работать в Mentimeter, как создавать самостоятельно опросы. Он порядка 30 минут. Ссылочка в описании к видео. Удачи в использовании! А мы перейдем непосредственно к практикам применения Mentimeter в занятии, как его вписать в дистанционное наше обучение. Итак, давайте подведем итог. Для чего же можно использовать Mentimeter? Безусловно, для обратной связи. Но в каком ключе? Первое. Вы можете просто спросить у аудитории, как они себя чувствуют. В начале или в конце занятия. Пусть студенты поделятся с вами своими ощущениями. Это вызовет доверие к вам, а вы в такой игровой момент сразу будете понимать настроение учащихся. Вы можете при помощи Mentimeter начать новую тему. Просто попросить студентов предположить, о чем же мы будем сегодня говорить. Предложить им придумать ассоциацию, как было в нашем примере, с тематическим словом, либо задать какой-то провокационный вопрос, ответы на который приведут аудиторию как раз-таки к вашей новой теме. Вы можете сделать срез остаточных знаний по принципу, что вам больше всего запомнилось, что вам больше всего понравилось из нашей сегодняшней темы. И предложить студентам форму открытого ответа, где они вписывают какое-то содержательное предложение. Что именно? Запомним, что именно понравилось. Также вы можете просто обсудить качество занятия. Проголосовать за время следующей встречи, если вы не привязаны к расписанию. Или проголосовать за лучший доклад, если студенты представляли результаты работы. Не забывайте при аудитории вербально систематизировать и анализировать полученный результат, ту визуализацию, которую Mentimeter вам выдает после всех ответов. Вы можете пошутить насчет сонного настроения всей аудитории. Или подметить, как здорово, что студентам запомнился именно этот факт из рассказанной вами темы, как это очень важно. Пробуйте, экспериментируйте, найдите 15-20 минут своего времени и попробуйте покопаться в данном инструменте, найти что-то для себя, какие-то новые подходы. Это позволит найти вам свои интересные методики в работе дистанционной. Удачи, хорошего опыта, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok